что у нас про пенсии у нас правительство и президент нам сказали что у нас не хватает денег чтобы платить пенсионерам а что такое деньги деньги это товар эквивалент на деньги можно все купить и деньги можно продать когда вы приходите банк и берете там кредит 50 тысяч допустим отдаете за 75 по сути вы купили 50 тысяч за 75 тысяч если сейчас у нас убрать все товары то деньги не будет не представлять никакой ценности если на них невозможно будет ничего купить в то же время если не будет денег останутся товары то мы этими товарами можем как-то обмениваться не можно при спокойненько себе жить то есть деньги представляют ценность только в том случае если на них возможно что-то купить получается наше правительство с президентом сказала что мы сейчас не производим столько товаров чтобы могли бы мы могли обеспечить всех пенсионеров давай вот подумаем вот в тридцать втором году через 15 лет после установления советской власти через 10 лет после того как закончилась гражданская война в советском союзе был установлен пенсионный возраст для рабочих в тридцать седьмом году был установлен пенсионный возраст для служащих то есть вся страна в тридцать седьмом году полностью уже перешла на на этот пенсионный возраст для мужчин 60 для женщин 55 то есть тогда после голода после войны гражданской после разрухи у нас хватало тех товаров мы производили столько товаров чтобы обеспечить этих всех пенсионеров а сейчас они получается довели страну до такой степени что этих товаров нету мы их просто не производим и все потому что капиталист просто растаскивает людей и люди эти занимаются непроизводительным трудом трудом от которого нету никакого толка ну вот я в одних в некоторых роликах говорил на эту тему приводил конкретные примеры константин семин говорил михаил васильевич попов гоблинов тупичок множество людей приходило и рассказывали как это все происходит вот давай посмотрим лучше что мы от этого теряем когда растаскивают люди людей таким образом константин семи в одном из роликов привел такие цифры советском союзе на 10000 чиновников на 10000 человек приходило 73 чиновника сейчас у нас на 10000 человек приходится 108 чиновников то есть на 35 человек больше это люди которые ничего не производят ничего они просто грубо говоря перекладывают бумаги с одного конца стола на другой конец стола в городе владивостоке проживает 600 тысяч человек 600 тысяч человек делим на 10 тысяч умножаем на 35 этих людей которые ничего не производят у нас получается 2100 человек от которых нету никакого толку мы вот каждый день тратим на то чтобы добраться с дома до работы и с работы до дома один час час туда час до час обратно стоим в пробках хотя по сути весь наш город можно проехать за 15 минут в одну сторону и за 15 в другую то есть мы должны тратить на время проводить в дороге всего лишь полчаса у нас должно за это занимать получается полтора часа мы проводим непонятно чем занимаемся у нас 5 дневная рабочая неделя полтора часа умножаем на 5 на 5 дней получаем семь с половиной часов за две недели 15 часов но мы же в сутках как бы 8 часов у нас уходит на то чтобы поспать то есть мы бодрствуем всего 16 часов за две недели у нас получается сутки улетели на то чтобы простоять тупо в дороге за месяц двое суток за год получается 20 суток у нас ушло в никуда вот если бы эти мы же видим как у нас дороги строятся там строятся или ремонтируются там занято когда проезжаешь смотришь в этом строительстве или ремонте ну человек 30 40 50 и если вот это 2100 человек бросить на строительство дорог то у нас бы через два три четыре ну пускай даже пять лет мы могли бы сделать там четырех пяти полосные полосы для движения и добираться до работы с работы за 15 минут буквально мы бы могли бы эти 20 дней проводить более пользой пользой для себя чем мы проводим это сейчас потому что капитализму это невыгодно он не хочет заниматься чтобы нас освобождать больше нам уделять какого-то свободного времени чтобы мы занимались своим образованием или еще чем-то у нас нельзя что-то механически пытаться расширить дороги у нас прошлом году проходили слушание геймплана и там одна из людей которые протаскивали была как раз именно строить 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 дороги что им справедливо казались что строить особо-то нет нужно во-первых приводить в порядок то что есть например тоже руднирский мост то есть ты считаешь выхода нету нет выход есть просто а какой выход и в расширении грубо говоря механической на дорожной сети потому что она у нас все сожрет ничего полезного не останется выход в развитии общественного транспорта этого пена в оптимизации существующего и ремонте общественного транспорта то есть увеличить количество автобусов маршрутных средств нет автобусы плохо потому что они стоят всех же проб на тех же дорогах это нельзя сделать механически вот у нас есть трамвай с тихой до боляева сейчас вот его нужно развивать то есть пустить там не вот эти вот скотовозы которые там жало еще советской постройки там 60-х годов поставить туда скоростные трамвай для того чтобы эти скоростные трамваи не сломались там через две недели нужно привести в порядок полотно дорожное тоже хорошо организован по сути выделенная полоса для трамвая с тех и до боляева можно доехать несмотря ни на каких пробках аналогично можно пустить вдоль залива через территорию вдоль завода до того же же вокзала это глобальная такая тема я суть в том что в том что в том что в том что тут как бы как тебе сказать я не хотел сказать что рассуждать на эту да тут можно такую тему развить мы можем три-четыре часа вот это все за что нужно обучать людей там строительству до архитектурам какой-то те же мосты чтобы строить до должны быть специалисты грамотно и так далее этому я просто хочу сказать что вот эти вот люди они ничего не делают но их можно занять этим да вот это основная мысль а вот если углубляться до разговору нет это можно просто ну вот такая ситуация но этих людей можно же занять чем-то полезным делом каким-то другим дороги это просто как пример такой а не то что вот именно вот этим заниматься хотя где есть места можно возможно и расширить расширение этих дорог